Оборудование по медицинской диагностике, разработанное Казанским университетом, победило на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Жюри по результатам выставило максимальные баллы, и КПУ, соответственно, победил. С помощью телескопа Казанского университета ученые обнаружили уникальное скопление галактик. Какие последствия несет это открытие? Большое, они бывают очень компактные и имеют такую историческую форму. Так вот, оказалось, что это скопление не имеет сферической формы. Казанский университет поощряет нерабочую деятельность научных сотрудников. Какие мероприятия организует Ассоциация молодых ученых КПУ? Мы делимся нашим опытом, тому, как мы пришли в науку, насколько этот путь действительно сегодня актуальный и интересный. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. В Казанском федеральном университете подводят итоги конкурса на соискание медалей и премии имени Лобачевского. Награда присуждается один раз в два года за научные достижения в области фундаментальной и прикладной математики. Это уже третий раз, когда Казанский федеральный университет проводит подобный конкурс. На финальном этапе перед жюри стоит задача выбрать одного из пяти математиков. Награду лауреат получит 1 декабря на торжественной церемонии. Медаль «Математику» вручит сам президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Казанский федеральный университет стал победителем экспертного отбора Министерства обороны Российской Федерации в военно-техническом форуме «Армия-2021». Какие проекты представили ученые КФУ, расскажем в сюжете. На Международном военно-техническом форуме «Армия» ежегодно демонстрируются достижения научно-технической отрасли и интеллектуальных систем. Казанский университет представил два проекта, связанные с использованием искусственного интеллекта в медицинской диагностике. В мероприятии приняли участие ректор КФУ Ильшат Гафуров, проректор по общим вопросам Ришат Гузеров и директор Центра цифровых трансформаций Дмитрий Чекрин. Презентация вызвала очень высокий интерес. Докладывался я, я сразу видел, как ко мне поворачиваются практически все члены жюри, все, кто в зале сидели. После самой выставки ко мне подошли несколько человек, соответственно, заинтересовались самим проектом. То есть мы тоже провели переменоры. Жюри по результатам выставило максимальные баллы и КФУ, соответственно, победил. Так, проект Альтея позволяет отслеживать физическое и эмоциональное состояние человека с помощью смартфона или гибкой платы, ставит диагноз и предупреждает о возникновении неблагоприятной эпидемиологической ситуации. А проект АЗИК помогает УЗИ-специалистам работать с устаревшими аппаратами. Блок, подключенный к планшету, перехватывает изображение, улучшает его качество, устраняет дефекты и искажения. Проекту АЗИК, соответственно, аналогов, в принципе, не существует. Такие системы, они стоят на очень дорогих УЗИ-аппаратах, а это позволяет дополнить любые УЗИ-аппараты системой машинного зрения. По словам руководителя проектов АМАЛЬТЕЯ и АЗИК, тестовая эксплуатация оборудования начнется в медико-санитарной части Казанского федерального университета уже в сентябре. Ариадна Кугушева, Универньюс. Казанский федеральный университет посетил советник посольства Испании Витрия Марко Альберт. Проректор по внешним связям КФУ Линар Латыпов провел презентацию структурных подразделений Казанского университета и обсудил перспективы сотрудничества. Главной темой встречи стала программа двуязычных испанских отделений. Она предполагает изучение испанского языка на высоком уровне в российских вузах и школах. Во время встречи советник также посетил музей истории КФУ. Уникальное скопление галактик обнаружили ученые орбитальной астрофизической лаборатории спектра Рентгенгамма. Подобных сверхмассивных и далеких от нас скоплений раньше было открыто всего два. Совершить открытие удалось при помощи турецкого телескопа Казанского федерального университета. Какие секреты прошлого Вселенной может открыть изучение этого скопления, разбирался наш корреспондент. Чем дальше мы будем заглядывать в просторы Вселенной, тем больше мы будем узнавать о ее прошлом. Самые далекие от нас объекты формировались в период ее молодости. И их изучение поможет ответить на множество вопросов, витающих вокруг теории эволюции Вселенной. Одним из таких объектов является очень массивное и далекое скопление галактик, расположенное за несколько миллиардов световых лет от нас. Что означает скопление галактик? У нас есть наша галактика, а есть ближайшая к нам галактика Туманность Андромеды. Примерно до Туманности Андромеды свет идет 2 миллиона световых лет. Ну и можно сказать, что между нами и Туманностью Андромеды других больших крупных галактик нет. И пространство, оно, конечно, не пустое, там есть звезды, небольшие галактики, но нет скопления галактик. А вот скопление галактик в этих конгломератах, которые мы обнаруживаем, на таком же расстоянии между галактиками 2 миллиона световых лет содержится несколько тысяч, несколько десятков тысяч галактик. Вот если бы мы с вами жили в скоплении галактик, то мы бы на небе видели огромное количество галактик. Такое скопление обнаружить непросто. Несмотря на то, что объект достаточно массивный, он находится очень далеко от нас. И оптического телескопа недостаточно для обнаружения подобных объектов. Дело в том, что при оптическом наблюдении картина Вселенной может складываться неполной, поскольку объекты могут друг друга перекрывать. В этом случае на помощь приходят рентгеновские телескопы. Такие важные инструменты располагаются на орбитальной обсерватории спектр рентген-гамма. Один из которых, телескоп Эрозита, зарегистрировал рентгеновское излучение скопления. Дело в том, что кроме галактик, в скоплении галактик, существует так называемый горячий газ, который разогрет до температур в несколько миллионов градусов. Вот этот горячий газ, излучающий в рентгеновском диапазоне, мы с помощью оптических телескопов не видим. Но зато этот газ хорошо видят рентгеновские орбитальные обсерватории. Почему важно запускать в космос такие орбитальные обсерватории, регистрирующие излучение в рентгене. Наиболее полная картина космических явлений складывается в ходе совместной работы оптического и рентгеновского телескопов. Так, телескоп Эрозита обсерватории спектр РГ обнаружил уникальное скопление, как рентгеновское пятнышко на небе. Сначала шестиметровый телескоп Российской академии наук зафиксировал спектры двух ярчайших галактик этого массивного скопления и определил расстояние до него. А затем установленный в Турции полутораметровый телескоп Казанского федерального университета получил глубокое цветное изображение объекта, которое помогло увидеть десятки галактик скопления и обнаружить еще одно его уникальное свойство. Оборочные, они бывают очень компактные и имеют такую сферическую форму. Так вот, оказалось, что это скопление не имеет сферической формы, и оно по своей форме, распределение галактик в этом скоплении, имеет такую форму песочных часов, вытянутый как треугольник вверх, вниз, а посередине такая узкая горловина. И мы, когда мы обсуждали совместно с коллегами из Института космических исследований, сделали предположение, что, возможно, это скопление формируется из нескольких небольших, ну, по крайней мере, двух скоплений, которые сейчас еще не до конца слились. Необычная форма скопления дает подсказку на вопрос о его происхождении. Сами по себе массивные скопления не уникальны, но большинство из них обнаружены на близком расстоянии от нас. Согласно теориям, массивные скопления должны формироваться в современном мире, поскольку на этот процесс требуется очень много времени. И необычность обнаруженного скопления в том, что оно от нас очень далеко, а значит, сформировалось оно в далекой молодости Вселенной, чего быть, по предположениям ученых, не должно. Таких отклонений ранее за всю историю астрономии было обнаружено всего лишь два. Если вот в ходе дальнейших наблюдений на спутнике спектра Нингамма в рентиновском диапазоне, эта орбитальная обсерватория будет обнаруживать новые и новые массивные скопления, далекие, а мы будем с помощью наших оптических телескопов и нашего телескопа Казанского университета, и телескопа Московского университета, Российская Академия наук, подтверждать, что действительно этих скоплений массивных не три, а может быть пять, десять, пятнадцать, и дальше, когда там будет сто, тогда это может прийти к существенному противоречию между теорией и наблюдениями, и возникнут необходимости модификации теории эволюции нашей Вселенной. Найденное скопление планируется изучать и в дальнейшем. Понять, как развивалась Вселенная – это одна из главных задач работы обсерватории «Спектр-РГ». Напомним, она была запущена Роскосмосом, ракетой «Протон-М» 13 июля 2019 года с участием Института космических исследований РАН и Немецкого космического агентства. Научный руководитель миссии «Спектр-РГ» – выдающийся ученый с мировым именем, академик Рашид Сюняев, почетный профессор Казанского федерального университета. Астрономы КФУ с помощью полуторометрового телескопа ВУЗа, установленного в Турции, оказывают наземную поддержку обсерватории СРГ. Диана Желенкова, Фаридзе Хитаглы, Универньюс. Ассоциация молодых ученых Казанского университета является общественной организацией, которая объединяет преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и докторов наук. Какие мероприятия проводятся в рамках работы Ассоциации молодых ученых КФУ – в нашем сюжете. В Год науки и технологий Казанский университет и его молодые ученые активно участвуют в рамках различных федеральных проектов. Появилось много научных разработок в области климата, силеной энергетики. Немаловажную роль в этом сыграло развитие инфраструктуры, которая есть в Казанском университете. Председатель Ассоциации молодых ученых КФУ подробнее рассказал о разработках. Планируется сделать ряд интересных работ в области получения водорода. Казанским университетом разрабатывают технологии по получению углеводорода прямо из нефтегазовых месторождений. Для этого уже у нас есть вся инфраструктура и требуется только подобрать определенные режимы и разработать определенные катализаторы, которые позволят получать нам больше объем водорода при разработке нефтяных месторождений. Ассоциации молодых ученых Казанского университета активно участвуют в реализации Года науки и технологий. Проводятся лекции в профильных лицеях КФУ по тем направлениям, которые молодые ученые развивают. Также проходят мастер-классы и научно-популярные лекции для студентов и школьников Республики Татарстан. Мы делимся нашим опытом, тому, как мы пришли в науку, насколько этот путь действительно сегодня актуальный и интересный, для того, чтобы все больше молодых активных ребят в сфере науки себя реализовывало и в нее приходило. Кроме этого, активно ведется взаимодействие с Советом молодых ученых. Реализовывается ряд крупных проектов на федеральном уровне. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!